По цепочке от храма к храму, через весь город, возле каждого молебен и чай. Сотни православных самарцев сегодня вышли на крестный ход в память о последнем российском императоре. Ровно 99 лет назад в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, Николай II, его жена и дети были расстреляны. А на рубеже 21 века русская православная церковь прославила августейшее семейство в лике святых, как мучеников и страстотерпцев. Я все время молюсь этим мученикам. И мне кажется, кто вот ходит в эти крестные ходы, они как бы получают благодать от Бога. Надо обязательно всем молиться, всем и детям, и взрослым, и особенно подросткам. В Самаре два храма освящены в честь святых царственных мучеников. Один при школе гимназии номер 54, другой на улице Бобруйской. Верующие видят в этом особое значение. Дорогу от храма к храму они называют покаянной. Каются в том, что судьба царской семьи была решена при всеобщем согласии. А будущее России многие связывают с почитанием царя-мученика. Сегодня мы идем и просим у Бога прощения за этот грех, чтобы царь Николай молил за нас. А что такое его молитва? Много лет династия Романовых вела нашу страну к Богу, наш народ управляла. Создана огромная страна, великая страна, великая культура. И в этом тоже заслуга этих людей. Традиции крестного хода в день поминовения царской семьи стало ежегодной. Он проходит во многих крупных городах. А наиболее масштабные мероприятия запланированы на 2018 год. Год столетия расстрела семьи последнего российского императора. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин